Даже особенно смотреть на нее не буду. С композиции тоже объяснять слишком много не буду. Я думаю, что вы все в этом смысле более-менее профессионалы. Да, бумага двусторонняя. Это у меня сейчас ханами улицы замок. Для каких-то рабочих вещей я стала ее использовать. И в принципе она более-менее нормально себя показывает в работе. Почти все тесты на ней делали. Такая условная композиция. Нам нужен только повод для работы. Единственное, чтобы поправлю весь груш. HB-ка хорошенький. 2B. Ну, вообще я использую механический карандаш на самом деле. Вот такие работа под рисунок акварель. Вот такого рода мягкие резинки, типа мелан. Карандаш 0,5, 0,7, 0,9. Даже без самой точки. Так. Увлажняем лист. Я сейчас буду вас немножко путать в объяснении, как работать с бумагой. Постарайтесь стареотучиться и понять, в чем, собственно говоря, этот фокус. Единственное, что я сегодня фен не взяла, но ладно. Что получится, получится. Потому что он помогает в некоторых моментах. Можно попросить, да. На кафедре есть. Есть чипсы. Ну, если есть, ну давайте. Ну, после. Немножко по-другому, по-моему, случается. Так. У меня сейчас спрашивают, как мочить работу второй сеанс. Как с ней работать, да. Или, допустим, вам нужно работу, она высохла, и натянуть на что-то, да, восстановить. Мы переворачиваем тыльной стороной вверх, естественно, и смачиваем аккуратно. Стараемся, чтобы у нас не попадала вода на живописный слой. Потому что там всякое бывает. Может быть, там какие-то корпусные краски, густо использованные, и тогда они могут пострадать, пацанки немножко, да. То есть не подводить к краям? Вот, ну, есть ли? Нет, подводить можно, просто не заливать на красочное слой в месяц, чтобы не попадала вода. Ну, это, знаете, это на самом деле все вот этот уже, это бытовой такой навык, который, как пирожки печь. У кого-то как-то получаются, и там блинчики какого-то комочком, и у кого-то хорошие блинчики. Я думаю, что это приспособиться можно. Видите, я ровно намощила лист, но только что я сказала, что я капнула на поверхности. От этого уже волна, видите, разные облажнения, и волна из-за вот этих вот штук. Здесь, кстати, сейчас получилось. Конечно, когда я работаю в мастерской, вы понимаете, что контролирую каждое движение. Есть определенный навык. То есть я никогда не ношу кисть вот так, через лист. Я вот так вот стараюсь нести. То есть вот так вот. То есть случайные капли у меня на лист уже поэтому не попадают. Здесь я пока говорила с вами, потом накапала. Ну ничего. Вот так страшно. Вот, когда быстро увлажняется, все получается ровно. В принципе, бумага уже более-менее увлажнилась. Еще проведет время, она еще увлажнится. Я вас попрошу сейчас, я кому-то там помогу, поднесу поближе планшет. Кто дотягивается, попробуйте потрогать в углах вниз. Сухой? Сухой. Ну, вы чувствуете там влажность? Есть. Есть влажность. Запомните это состояние. Вот это очень важное состояние бумаги. В принципе, вот такое тактильное ощущение должно быть и столько странный, и с нижней. Когда вы натягиваете лист, допустим, на бумажную скотч, на бумажную малярную ленту, на которую я написала в своей фене. Мастер-фен взять. Да, спасибо большое. Где розетка, это хорошо. А, по-моему, здесь можно? Там, а не нужно. Что-то, пожалуйста. Значит, что я могу сказать? Сейчас уже можно работать на этом планшете по-сухому. И при этом, смотрите, плоская, да, бумага, не коробится, она прилипла. Сейчас, зайди, зайди. Переворачиваем. Она не падает. Ну, просто она еще не влажная вот здесь, с краю. Никаких воздушных пузырьков, ничего нет. Все, как бы, стабильнее. И вот это лужи, да, ну, какие-то и есть, вот вам видно, да? Вот их надо убирать. Потому что через ней будет тянуться влага, высыхать будет бумага быстрее. А, ну, собственно говоря, почему это не получилось, потому что здесь капнули капли. Вот почему очень важна равномерность в этом процессе, да? Все, мы разобрались с этими пузырьками, сейчас они не исчезнут. Так вы можете работать, если у вас короткий сеанс по сухому, да? Ну, или вообще какой-то. Вот начинать уже я могла бы писать даже увлажнять все, вокруг груш, писать, там, дальше все это писать. Ну, я хочу вам показать весь психологический процесс, чтобы вы дальше уже выбирали то, что вам нужно. Понятно, да, почему я сказала, что буду вас путать. Теперь я беру просто и увлажняю полностью все это. А чтобы после полного, надо только согнуть, да, стороны? Ну, да, в теории можно укоротить процесс. А посмотрите, пожалуйста, вот этот планшет, на который вы кладете лист, это получается пластик? Оргстекло. Оргстекло. Самое главное тут история, то, что планшет должен быть водонепроницаемый и ровный, гладкий. На пленэре вы тоже такое используете? Да, это как раз пленэрная система, но просто здесь для демонстрации удобно показывать. И вот здесь проверяем, видите, уже и пузырьки зелят, шкушки. Все, лист прекрасно лег, идеально, да? Давайте перевернем, посмотрим, что там внизу. Вообще все практически идеально. Понятно, да? Да. Система. Детей я спрашиваю обычно, а почему планшет? Почему лист не падает? Будете изучать физику, спросите у физики, почему. Ну, поскольку вы будущие преподаватели, то можете тоже... А сам планшет на что крепится? А там система такая. Ну, вы сегодня как раз не рассказывали, да, в интернете такие уже отдельно продаются крепежи. Просто это штатив, фото. И главное, чтобы на этот болт какую-то систему прикрепить. Они уже у вас не такие как раз способные есть, если вы показали. Вот. Это теперь работа по мокрому может идти. Понятно, да? И видите, стабильно, долго достаточно. Это зависит от сухости, влажности, климата. Если слишком влажны помещения, или там на примере, то переизбыточная влага будет мешать вам вести работу. Понятно, да? Тут вы уже смотрите, что вам нужно, когда нужно. Я покажу весь процесс, поэтому сейчас я сматываю в рулончик бумажку. И буду смещать здесь марву. Чем хороша марва? У нее и чистая структура позволяет удерживать много влаги. Видите, сколько влаги, в принципе, здесь. То есть довольно много воды уходит на соединение листа с планшетом. И мы натягиваем ее, растягиваем ее по поверхности. Стараемся, чтобы тоже никаких ни узелков не было, ни пузырьков, ни складочек. Каждый раз новую берете марву и стираете как-то. Ну, если она очень загрязнена, я собираю его, но уберу, конечно. А так? А я просто пользуюсь. Она немножко уплотняет, выжимается, если у тебя какое-то время. Марли не должна свешиваться сильно вот сюда. То есть не понять почему, опять по физике все будет убегать вниз, да? Поэтому стараемся вырезать такой размер марли, который будет оптимальным нам за работу. И снова раскатываем наш лист по поверхности. А можно сначала марлю увлажнить, а потом уже лист? Или важно именно в такой... Вот как блинчики печь, как нравится. Какая-то технология, может быть... Даже я вам могу несколько вариантов, по-моему, показать. Когда большие работы я пишу, представляете, огромный лист уложил. Я иногда даже сначала... Вообще по-разному бывает. Могу увлажнить бумагу, постелить сверху марлю, перевернуть всю систему. Могу, не знаю, там... Могу приподнимая край бумагу увлажнять, если большой формат. Ну, то есть тоже. Вот вообще разные истории бывают. Бывает, что у меня вся система высохла, да? Я на второй день пришла работать. Тогда я марлю не снимаю, она ставится лежать, высыхает ровно так. Переворачиваю лист, размачиваю его с темной стороны. Потом переворачиваю на сухую марлю. И приподнимаю вот так вот углу, начинаю подмачивать уже лист еще больше и заодно марлю. Вот такая система может быть. Уже три варианта. Бумага приложена на несколько часов, да, в воде? Да. Такая бумага, такая плотность позволяет работать целый день на воде. Если будет что-то высыхать, вот именно так, как я сейчас работаю, показываю, погреваю просто воды сюда, страдать только на пол и могут от последней влаги, она вытечет, будет капать, да? У вас сейчас 300 грамм, да? Вот так что, вот, все. Снова восстанавливаем нашу систему эту, в принципе. Я, знаете, просто что сделаю сейчас? Чтобы марлю не тянула, это штат эксперимент, но хотя бы с одной стороны закреплю ее клипсы, чтобы она не тянула своей весной. Перевернем систему. Все так же идеально, видите? Так же держится прекрасно. Вот. Я, наверное, вот эту систему поставлю сюда, потому что я процесс работы подначил. Сейчас я могла бы начать работать, конечно же. Вчера с Ахаша у меня была и драпировка работать сегодня тоже. В старокотовом зале там работала. Такая драпировка была. Решила, что для груши сегодня тоже подходят. Ну вот, мы пытаемся, например, рисовать наши груши. Да? Что у нас будет происходить? Если, тем более, мы добавляем вот кропах, например, добавим, да? Более холодную смену. Начнем убирать фон. Фон уже сжимается груша, да? И это мы не сможем по-настоящему контролировать, потому что есть краски, которые легкие, и они впитываются, как я уже сказала, в поверхность. Мы это меня откорректировали, не сможем никогда это все. Мы не сможем удержать вот край. И плотность окружающего фона мы тоже не сможем, потому что, как я вам показывала в воде, да? Вот по-сухому держится, да, плотный мазок, а в воде он растекается, ослабляется, естественно. Поэтому все. Тут просто мы ничего не сможем сделать. Поэтому чисто технологический процесс нас обязывает с вами сделать разрыв во времени в жирписи. У ревиста большие хитрецы. Пока я просто хочу показать, что вот, делаю проход кистью, и вы видите начало прохода, конец прохода отжима кисти. Но это нам потребуется для дальнейшего показа, может быть объяснение. А сейчас я просушу груши. Вообще-то центр, то есть вы правы, да, кто-то говорил, что можно ли не мочить верхний слой. Можно ли не мочить верхний слой? Совершенно верно. Я просто вас немножко покутываю. Вот сейчас возвращаю бумагу в преднее состояние. Но для чего нам может потребоваться вот этот проход влагой по поверхности? Вот такой, как бы сейчас я делаю. Ну, допустим, вы рисовали какая-то пыль. Следы от стирательной резинки может остались. Их можно смахнуть, можно смыть. Немножко смягчается поверхностный слой, мягче бумагнёжек становится. Вот. И, ну, в принципе, как бы, получается очень часто, если я делаю большую работу, я наношу рисунок, увлажняю, листовую укладываю. Просто в это время я хожу, ухожу пить кофе или чай и отдыхаю чуть-чуть. Настраиваюсь на живопись. Поэтому такая технологическая пауза, она в моей работе нормально проходит. Сейчас я ускоряю процесс заослушки именно центра, для того, чтобы показать вам принцип живописи. Посмотрите, видите? Это не контролируемая история. Тем более, что, ну, в теории, конечно, я могла бы отжать пить, попробовать пройти, промыть, но это было бы неэффективно. Это не бумага, но, что, в основном, храняется, тем более, от крыслота, которые там применяют. И промыть плотности нет в фоне. Спокойственно, да? Поэтому увлажняем. Ой, вытушиваем. Возвращаем бумагу к тому состоянию, которое вы трогали руками. То есть, если мы начинаем с живопись, мы должны именно в таком состоянии, для того, чтобы сохранить рисунок четкий, как можно. То есть, верхний слой бумаги должен ощущаться с сухими. Ну, я сейчас трогаю рукой. В принципе, надеюсь, у меня руки чистые. Вот, но вообще, когда сучу, это чуть-чуть, это тоже шутка. К работе нам приходить с чистыми руками и сетками души. Тогда все будет хорошо. Отварей очень отзывчиво на энергетику автора. Это нечуть. Но, как я говорила, бывает в случае, когда идет хорошо работа, бывает, когда вообще никакой идет. Может быть, кула, может быть, планета. Может, еще что-нибудь. Может, вода. Не знаю. Так и разно бывает. Работа не всегда идет в 20. но циревисты люди не знающиеся, не умеют листы настраиваться на работу, поэтому это не извлечение какое-то там не арт-кративный секунду, а это очень большая концентрация силы и энергии перед началом. И решение всех задач в рисунке, в композиции наброска потребуется заранее, до начала работы. Опыт, конечно, помогает довольно быстро делать, что уже в уме проигрываетесь. Картина рождается в уме. Здесь все проигрывает этот канал. Заранее причинал. Особенно в акварель знает, где у нее светлое будет. И это требует технический обход птицы, естественно. Тут это очевидная вещь, я думаю. Понятно. Все. Завернула в то состояние, которое было, и теперь начинаю писать. Значит, писать... Я сейчас думаю, очень условно, цветом. Не буду вы с сложностями там, решение теплых холодностей. Наверное, много чего знаете. Это уже для вас не секрет. Я вам технологию больше показывать буду все-таки. Тут у меня венецианская пурпурная сейчас есть. Краб лак и железно-окислая. Такая смесь красных, которая, мне кажется, подходит в этот цвет. И, соответственно, я вам говорила, что можно работать по сухому. Да, можно. Вот, если кто-то привык, пожалуйста, начинайте лепку по сухому фону. А вы белочкой пушите? Да, сейчас плоская белка мне. Ну, по сухому как раз можно работать круглыми кистями. Можно работать кистями каллиграфическими. Я очень люблю такую вот кисть китайскую. Каллиграфическую. Ею можно, естественно, там разные эффекты всякие делать. Проход кистью, да, красиво делать. Это уже зависит от вашей задачи. То есть это работа по сухому. И, как видите, кто привык по сухому работать, ровненько поверхность, ничего он не болтается. Бугуров, пузырьков нет. Озер и водоемов не образовывается. От работы акварели. И довольно сочный мазок. Вообще, честно сказать, красные, яркие, любят, когда ими работают именно максимально энергично в один прием. Когда свет раскрывается максимально красиво. По работе. То есть, пожалуйста, вот эти. Можно и так. Но я часто очень что делаю? Я как раз таки часто увлажняю всю ситуацию, сначала флейцем вокруг моего объекта, который я рисую. То есть у меня объект остается сухим. Даже капусты катала. Просто я похожу кистью, все вокруг. Ну, видите, оно сухое, но никто не плывет. И будет таким, естественно, в конце. Если у меня нужен край мягкий, это понятно уже. Я просто флейцем прохожусь и увожу живопись. Это помогает в слоях скрещивать живопись, даже когда второй слой подсох. То есть первый слой подсох и пишется второй. И там можно все это делать. Ну вот. Тут получается все понятно с этим. И вот как раз со вторым слоем. Я хочу здесь как раз показать вам это еще. Все увлажнено. Теперь мы можем писать груши. Здесь уже, конечно, можно лепить. Можно складки какие-то рисовать. Что вам нужно там? Можно прямо сейчас начать там форму сложную выстраивать. Помните правила, о которых я говорила, да? В тени лучше всего зеленую. Попробуем зумрудную помешать. Допустим, там складка у нас. Красивый цвет, правда? Не тяжелый никакой. Черный иногда грубее делает историю. Можно даже ультрамарин добавить в тени. Ну, допустим, второй ультрамарин. Видите, более холодный такой получается. Ну, красиво, да? И, в общем-то, это все можно использовать. Пока продолжу просто закладывать быстренько фон. Просто условный цвет. Ну, часто, да, я от темных иду. Почему? Потому что в ученической программе логично бывает действительно построить работу от светлых к темным. То есть постепенно набирая. Но вы же понимаете, тогда эти вот работы лессировками и провокация грязи. А я уже сказала, что темные раскрываются, свет раскрывается именно когда сочно берется аля прима. Соответственно, еще такой момент. Если вы начнете писать со светлых, если вы пережмете в тоне тени, то у вас уже, да, пережмете свет в тональности, то вам к этому свету будет тяжело взять уже теневые части. Понимаете, да? И поэтому, конечно, на самом деле, лучше писать сочно-темные, а потом уже к ним свет выписать. Вот смотрите, сейчас вот слои пересекутся, и вы даже не заметите разницы между ними. Вот почему важно иногда бывает мягкий край входа в плоскость. Ну, то есть вот заливку. Можно даже упражнение такое поделать. Если хотите тренироваться. Я на своем курсе «Сигарет акварель» такое упражнение даю. Ну, методика такая, да? То есть вы можете, ну, вот ученикам там будете советовать. Значит, делается такой квадратик. Выкрашивается каким-нибудь цветом. Ну, допустим, красным таким же, вот сплошняком. Ведется заливка. Причем, обратите внимание, я обращала ваше внимание на проход кистью, да? Как она работает. Давайте я возьму, допустим, здесь. Вот начало, конец, да? Как правило, мы видим начало и конец движения, да? Вот для того, чтобы получить равномерную растяжку, я как бы работаю, не знаю, может быть, я уже здесь это продемонстрировала, но не обратила ваше внимание. Обычно, чтобы делать ровно заливку, я начинаю как бы вот так вот, связываюсь с бумагой, потом начинаю вот так вот гнать ее и практически штрихую, как в рисунке. Тогда плавно кисть отдает краску с водой, оставляет, и отлип не жесткие кисти, а именно легкие такой, на нет. Вот так идет. Вот поэтому получается такая история. Вот, ну и теневая часть от груш. Там, кого свет, не понятно, какой, ну так, чтобы не летали на нас в воздухе, просто условно тень. Я сделала. Вот, вот она такая, с водой. Вот, на этом этапе, что важно еще? Очень важно, ну, допустим, там от грушек какие-то идти. То есть, на этом этапе очень важно проверить контуры. Есть такая тема списание контуров. Некоторые меня спрашивают, что же это такое, списание контур. А это когда вы сначала, во-первых, проверить, надо контуры, как они вообще получились, да? Ну, я сейчас просто демонстрацию делаю, чем выстрою. Но вот тонкой кистью вы можете потом пройтись, ну, попасть надо в цвет просто, конечно. Либо этим же цветом просто откорректировать вход формы, да? То есть, вот, уточнить форму. Причем, вот тонкой кистью, когда это живописное тесто еще не высохло, можно гонять красочку легко-легко. Прям еле касаясь поверхности, вот так вот. И какие-то перемещения краски делают. Но, опять-таки, не каждая бумага позволяет. Это надо уже смотреть по бумаге. Ну, фактически, вот, видите, и по-разному работает вода, и краска при разной технологии, соответственно, да. Что еще можно здесь использовать? Можно использовать еще эффект вытеснения краски. Что это такое? Ну, когда, допустим, мы лепили, я лепила складку, да? Ну, например, я возьму что-то такое легкое здесь сейчас. И просто капну водой. И вода мне начнет работать сама. То есть, я просто ее капну туда, и просто будет так делать движение. Такое происходило будет в пространстве, чтобы будет формировать объем. То есть, фактически, любое движение уже может нам давать дополнительный объем. Примерно, в заливках это уже ассоциативно будет так работать. Поэтому я смотрю всегда вот так наклоняем голову, в каком состоянии у меня тот или иной кусок живописи. Вот здесь, например, уже подсыхаем. Я могу со стороны тени пройти кистью и списать контур. Здесь уже даже высохло почти что-то. Видите, тоже, если влажно очень в воздухе, то предпочтительно писать, получается, более сухую кистью, чтобы она быстрее сухая. И убыточная влага будет подмазить работу. И каждый раз мы смотрим, что нам нужно. Вот здесь будет влажно. Сейчас будет большая динамка. Нужно? Нет, не нужно. Тогда лучше остановиться. Не делать воду сюда, а подождать во времени просто. Вот почему еще многих акварель отталкивает? Потому что она технологична, она вынуждает, так или иначе считаться со своей технологией. Поэтому я чуть-чуть посушу сейчас ее. Спонтин, желательно, чтобы работал мягко. Он сейчас мягко работает. И даже рукой я немножко так, контролирую ситуацию потока жесткого. Ну, что, истекаю там же. Как видите, контуры идеально держатся. Ничего этого не плыет. Вообще, в кланом мире мягкая бумага. И она как бы, ну, влага работает хорошо, мягкая. Она не сложнее какие-то, может быть, тонкие элементы делать. Вот, ну, смягчаем, значит, в теневой части. Тем самым смягчаем границы. Что это нам еще дает? По сути дела, это нам дает еще готовый рефлекс в тени от фона. Правильно? И одновременно мы получаем не жесткий контур, а мягкий. И вот так все происходит даже с самыми мелкими деталями. Ровно как вот не нужно по ведению работы. И это делали. Здесь уже дальше уже делать нужно так, как нужно для живописи, для работы конкретно. Ну, немножко смягчу сейчас. Я потянем просто здесь. И далее сделаю хотя бы одну грушу. Чтобы показать уже, как дальше нужно вести. Допустим, еще не все. Здесь достаточно влажно, скорее всего, будет мягко списываться. Но, может быть, это не страшно, поскольку там, по идее, по сценарию, в тени уходят. Снова посушим, наверное. Это особенность Хана и Юля. Рекомендую посушивать слои хорошо, иначе будет пушистеть, а то не останавливаться. Ну, вот и видите, да? Да, при высыхании уже вполне видно, да, как по-разному работают, разные приемы. Это уже как авторский почерк, как ладунка. Я посушу попробовала. Это уже. Чем точнее будет цвет, тем я в чем-то высыхание. Красный любит сочность. Да, я сказала, да? Ну, ладно. Продолжу писать хотя бы одну грушу. И здесь тоже методы могут быть разными. Вот там есть яблоки, работать с яблоками. Каждый яблок старался по-разному писать, не делать для себя какого-то одного правила. То есть можно идти от теневой части, а можно идти от увлажнения груши целиком, и в ней уже работают в воде. То есть, скажем так, увлажняется целиком груши, и в воде пишется форма. Я попробую сейчас идти более экспрессивным путем от теневой части. Намешиваю цвет. Здесь волшебная такая штука есть. Просто вода. Чуть-чуть увлажняется. А маски-флют, кстати говоря, принесла. Потом могу сказать, как лучшим пользоваться, если очень надо кому-то. Так. Цвет груши. Надо мылить кисти обязательно, перед началом работы. С маски-флюидом. Иначе необратимые кисти. Вот сейчас я просто взяла ярко-голубую и окру. Светлую. Ну, в принципе, можно вернуться к той самой смеси, о которой я вам говорила, да, оливковая. То есть ярко-голубая. Золотистая. Темная. Лимонная. И уже ищем баланс внутри этой смеси. Для этого цвета оливкового. Ну, ладно. Давайте попробуем что-то под на душу. Довольно смело это надо сделать, не бояться. Далее я иду в собственный цвет души. Повышаю. Это, конечно, такой экспресс-показ. Поэтому я упрощаю эти вещи. Но все это может сложнее вести, в зависимости от формы. Здесь можно, понятно, с формой работа, да, раскладываем ее на составные. Принцип шара. Все это вам известно. И вот самый светлый, уже на финише можно практически водой делать. Хвостик тоже, в общем-то, он более теплый. Можно закрыть стопом. Его я и не проверяла форму. Немножечко пока. Что здесь можно делать? Здесь можно, конечно, еще и рисировок каких-то добавить. В дальнейшем массировки, если делать. Либо сейчас в слое в этом живописном. Попытаться соединить эту грушу все-таки с фоном тоже, да? Там наверняка здесь какой-то будет отсвет от драпировки. Здесь тоже можно быть. Это уже получается по-сухому. Это не по-сухому. Сейчас я в воде работаю. Просто в данном случае бумага такая очень чувствительная к воде. И она очень мягко работает. С пунктами детальны. Более четко я могу это делать на аршиле. Саундерс в Терфорде. Уже почти готова. А дальше мы связываем пространство. Как мы связываем? Мы списание границ сделали со стеневой частью. Но мы же знаем с вами, что с теневой частью часто очень светлый пример может быть темнее фона. Это понятно, почему это происходит. Можно подать в воду свет. Смотреть, что будет. Чем острее форма будет, тем она интереснее, да? И вот со стороны света как раз я рекомендую тоже списание делать. Почему? Потому что край светлее в груши, чем фон. Но когда будет высыхать краска, она будет стремиться к краю. И будет такой вырезанный край не очень приятный, да? Не можно, как бы, для этой ситуации. И вот, чтобы писать, я делаю проход часто с внешней стороны. Ну, таким образом делаю, чтобы эта краска двигалась в глубину. Почему я сказала, что нужно посушивать все хорошо? Потому что мы вкисываем безболезненно все это потом в пространстве. Даже можно флиться немножко, подмахнуть, чтобы влага тянулась туда, в глубину, чтобы она не затревала. И вот, пожалуйста. Мы приобретаем и рефлекс тёплый, муский. И, пожалуйста, груша смягчилась. Салаз просто. Дальше то же самое, но ещё на две груши. Так что, какие-то вопросы есть ко мне? У вас есть работа на светлом фоне? То есть, получается, что значит, вы не с фона начинаете, а с... Ну, там, у нас есть тёплый. Нет, в теории можно и со светлого начинают, но вот надо угадать с пропорцией, да? Какой-то тёмной, чтобы не переписывались. Предварительно делается? Редко, да. Очень редко. Банальные работы? Очень редко. То есть, как правило, я уже заранее... То есть, когда я ставлю постановку, я уже решаю задачу будущего. Наперёд. И вообще, как раз студентам могу сказать, что правильно поставлена перед вами задача – это 50% вашего успеха. Как правильно вас сформулируете, насколько точно вы сформулируете, насколько точно вы проиграете весь сценарий наперёд, насколько удачно у вас будет работа, как вы уже написали. А палитра у вас сейчас красок чистая. Ну, я имею в виду, что это основные краски. Это базовая палитра, 21 цвет, вполне достаточная. Ну, в некоторых случаях в этой палитре не хватает розовых ингридонов для холодных розовых. В этой палитре не бывает не краплак. Ну, можно в теории краплак заменить на розовый. А это плотная краска? Это, да, это пыристая. Да, кобаль. Вот она. Почти плотная. Ну, как кобаль. Ты избегаешь ярких тональностей. Вы избегаете? Ну, да. Так вот, как раз просто машину. Презводите, потому она. Да, она недавно появилась ремонт. Не, не, она появилась...